Слава Господу, братья и сестры! Аллилуйя! Давайте настроимся на слова, которые написаны в псалмах. Благослови душа моя Господа и вся внутренность, все иство мое по-украински. Его святое имя. Блесс Cristo, о моём воле и все в lahерное меня. Блесса ни слови Лик, жених войны. Мы создадим свое благо, марка Careк, в керах всю ценость этуAHC, я не могу надп sie это. Набъема невероятна к в воздухуaching лев Cleveland上. Но отбегу и куритору от Cóстраago, but we have a good celebration today and we're glad that you came to worship with us in the end after the service and all the program that we have for this harvest celebration and I thank the young people and those that work hard to decorate here they worked hard last night many hours was put in and we see the fruit of the earth here and the vegetables and everything that the earth gives us and sustains us я благодарю Господа за тех которые пришли в чар наряжали здесь и мы видим плоды земли которые земля дает чтобы нас содержать написано из праха ты взят и в прах возвратись я добавляю прахом мы питаемся потому что все что тут мы видим оно вышло из земли вы согласны земля дала все в этом так устроил Бог поэтому благодарим те которые работали молодежь наряжали здесь и мы настроим наши чувства оставим все посторонние мысли суеты земных забот мы пришли на собрание будут стихи надеюсь пения и все будет на тему говорится жатвы поэтому пусть Господь благословит я рад вас брату брата и сестры степок благополучно мы молились Бог ты благословит семейство пилата пусть Господь благословит это общение и для этого мы начинаем будем просить у Господа благословения давайте встанем помолимся благодарим тебя Господь за жизнь за благополучие за силу и за здоровье Господь Игнаш 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 по воле творца я возник поистину Бог наш велик велик говорили цветы велик повторяли плоды велик доносилось садов души с дыханием метров и вслужил природный отцы вердил что Господь наш велик но только от жар людей не слышал я этих кричей велик говорили цветы велик повторяли плоды велик доносилось садов души с дыханием метров я слышал другое от них все очень старались они велик велик что творца умоли и славу плоды заглуши велик говорили цветы велик повторяли плоды велик доносилось садов души сады садов дых ветром зл на нашей вели живем и вместе с природой поет той песни зл дых подним поисти бог наш велик велик говорили цветы велик повторяли плоды велик Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 принести плод. Это очень важно. Написано в исход, по-моему, если я не ошибаюсь, что наблюдай, 23 глава 16 стишок, наблюдай и праздник жадкой. Наблюдай. И вы знаете, Слово Божие говорит нам также о том, чтобы наблюдали мы за собой. Иакова написано, 5 глава, 7 стишок и 8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Слава Богу. И я думаю, что каждый из вас, вы согласитесь, что пришествие Господа приближается и оно очень скоро будет. И это будет эта большая жатва, когда мы должны с вами будем принести плод перед нашим Господом. И этот плод, который мы должны будем принести, мы должны его возрастить в нашей жизни. Мы должны его вырастить, мы должны приложить старания сейчас, в протяжении нашей жизни, чтобы прийти перед нашим Господом и принести вот этот прекрасный плод в нашей жизни. Что же такое плод? Мы видим плоды и можем сказать, как они называются, но что такое плод в жизни каждого человека? Это есть как бы состояние или же плоды, положение или же черты нашего характера, который мы смогли воспитать в себе с помощью Слова Божьего и Духа Святого. И очень, очень четко описано это в Галатном пятой главе. Плод же Духа. И там перечисляется любовь, радость, мир, долготерпение, крутость, воздержание и тому подобное. Я хотел бы обратить сегодня внимание на один из этих плодов. Первый, который там написан. Любовь. И я так смотрел на эти плоды и думаю, какой же плод символически может отобразить этот плод? Любовь. Я не знаю, кто думает, но это очень важный плод в жизни каждого христианина. Любовь. Любовь это то, что сегодня Бог от нас желает. И если вы помните, написано, когда Иисус Христос давал откровение Иоанну, брату нашему на острове, вторая глава откровения написано, ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд десницы своей и ходящий посреди семи золотых святильников. Знаю твои дела, труд твой, терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Обратите внимание. Ефесской церкви, ангел, он был на высоте. Он был очень, как сказать, в таком познании. Он мог испытывать апостолов. И говорит, ты нашел, что они не таковы. Но, говорит, ты много переносил. И имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину святильник твой с места, если не покаешься. Вот такое строгое слово. Вроде бы ангел Ефесской церкви. Столько много хорошего. И терпение есть. И познание. И благодать Божья. И все есть. Говорит, но имею нечто. Одно, небольшое. То, что ты потерял первую любовь. И, говорит, из-за этого ты потерпишь поражение. Говорит, святильник твой сдвинется. Это очень опасно. Я так думал, что нужно для того, чтобы Бог сдвинул святильник. Могут быть, быть каким-то грешником. Что-то такое сделать. Но нет. Оказывается, потерять первую любовь к Богу. Потерять вот этот огонь. Любовь к Богу, которая зажигает. Самое первое то, что движет человеком. Если люди теряют. Они находятся в опасном положении. Братья и сестры. Жизнь нас несет. И мы стареем. Стареем. Это естественно. И люди могут стареть. Как брат один говорил у нас. Что время нас рисует. И я смотрю. Действительно, оно рисует. Очень много. И меня тоже с вами. И, конечно, в жизни люди со временем могут и память терять. Может терять и логику. И еще что-то. Время свое берет. И Слово Божие в этом говорит. Но если человек теряет любовь. Это трагедия. Это большая проблема. Когда теряется первая любовь. Любовь. Братья и сестры. Любовь. Это то, что приводит нас в общение с тем, кого мы любим. Если мы любим Бога. Мы стараемся быть с Ним в общении. Чем можно больше. Если молодые люди любят друг друга. То что? Они стараются где-то быть вместе. Так же, молодежь? Так. Я знаю. И для них не значит расстояние. Они могут с парадайза где-то поехать. И в Портланд и вернуться в тот же самый день. Если они кого-то любят. Так? Я думаю, да. А братья и сестры. Если мы любим. Мы будем искать общение с тем, кого мы любим. Если мы любим Бога. Мы будем любить. Мы будем стараться. Мы будем прилагать все усилия. Мы будем приходить на все служения. Мы будем бежать на молитвы. Мы будем бежать на спевки. Мы будем идти туда, чтобы послужить. И чтобы выйти в общении с тем, кого мы любим. Если мы любим этот мир. То мы там окажемся. Потому что мы его любим. Братья и сестры. Очень важно, чтобы мы проверили себя. Потому что, как здесь написано. Пришествие Господа нашего приближается. И я думаю, что каждый из нас, он хочет прийти не с пустыми руками. Но принести плод. И плод тот, который ему нравится, нашему Господу. И это очень важно. Очень важно в жизни нашей принести вот этот плод. И самый важный. Это есть любовь. Которая есть совокупность совершенства. У нас может быть многие. Многие качества хорошие, прекрасные. Качества нашего характера. Но если нет у нас любви. Этого самого главного плода. То мы в большой проблеме. Братья и сестры. Многие люди думают, что если их не любят в жизни. Они несчастные люди. Нелюбимые. Но вы знаете, очень много есть людей, которых никто не любит. Которых не любят. Но они любят. Они любят. И они живут прекрасной жизнью. Они радуются. Они прекрасно живут для Бога. Но если мы теряем любовь. То это уже трагедия. Это большая проблема. Братья и сестры. Любовь. Это дар Божий. Она изливается в сердца наших. Духом Святых. Это Божья любовь. И очень важно, чтобы в нашей жизни мы вырастили этот прекрасный плод. Братья и сестры. Да поможет Бог нам. Чтобы нам в этот день жатвы. Когда мы вспоминаем эти плоды. Чтобы нам проверить все-таки свое сердце. Каково оно? Имею ли я этот плод или нет? Имею ли я любовь в моей жизни? Любовь к Богу? А если нет? То что написано в 13 главе Каринтина? Что если я даже имею все познание. Я имею все, но ее любви нету. Что? Я ничто. Если я отдам свою жизнь. Отдам свою жизнь в жертву. Без любви. Нету никакой пользы. Если я жертвую. Если я все принесу. Но у меня нету любви. Нету пользы для меня. Братья и сестры. Очень важно. Чтобы в нашей жизни нам вырастить этот плод. Это независимо от возраста. Независимо молодые дети. Вы сегодня должны любить. Это прекрасно. Когда в жизни нашей есть этот плод. И если мы уже даже в возрасте, жизнь человека, она сопровождается любовью от самого рождения до его смерти. Когда приходит человек в жизнь, его встречает любовь. В протяжении жизни родителей, мама, она любовь заставляет ее не досыпать, не дуетать. Лишения какие-то терпеть ради любви. Любовь двигает ею это. Братья и сестры. В жизни человека двигает любовь. И даже до самого конца. Когда мы стоим у границы нашей жизни. Когда мы переходим. Кто-то нас провожает. Любовь нас провожает с этой земли. Братья и сестры. Давайте проверим себя. Проверим свою жизнь. Проверим свое состояние. Имеем ли мы этот прекрасный плод нашей жизни. Да благослови нас Господь. И мы будем идти в молитвы. Будем приставать перед нашим Господом. И проверять себя. И если у нас есть святая проблема. Если есть недостаток. То сказал Иисус Христос ангелу Ефесской церкви. Посмотри, пересмотри свою жизнь. Пересмотри. В тебя все хорошо. Но у тебя есть этот недостаток. И есть у нас выход. Есть. Мы можем покаяться. Говорит, покайся. Покайся и твори прежние дела. Это нам советует Слово Божье. Да благословит Бог сегодня. Каждый из нас. Мы склонимся. И прославим Его Святое Имя. Аминь. И во всем идет шинка стоит. Золотые зерна осыпаются. Только ветер жатку шевелит. Но ничьи здесь стыдно не сгибаются Только ветер в жатку шевелит Но ничьи здесь стыдно не сгибаются Солнце еще жаркое горит А могреет, а могрит работника Но никто на жатку не спешит Малолюбящих ее охотников Но никто на жатку не спешит Малолюбящих ее охотников В еждец и дружине меня На работу долго собираются Голодом уж верит на поля В нею жучи пусть не дожидаются В нею жучи пусть не дожидаются Или вы способны пожинать Лишь плоды мирского утешения Кто же будет Божьим не нужна Собирать плоды Его спасения Кто же будет Божьим не нужна Собирать плоды Его спасения Воспешим, о, милые друзья Собирать плоды крестово дело Поступает ушка чина дня Жатва долгожданная поспела Поступает ушка чина дня Жатва долгожданная поспела Благодарю тебя, Создатель За все дары любви твоей Сокровищей на плоды Иди в наше душе моей Чем могу тебе воздать Замели эту любовь А дари земли О мой Бог О мой Бог О ленский ром О ленский ром Благодарю за жизнь земную За креподежду и за гроб За помощь Его святую И за успех моих трудом Чем могу тебе воздать За великую любовь За дары земли О мой Бог О ленский ром Благодарю за все, что дали Нерадостных, противших рей Благодарю за все, что дали Что дали меня сильней Чем могу тебе воздать За великую любовь, за дары земли, о мой Бог, полет с миром. Осенние листья на землю спадают, медленно кружатся они над землей. Природа все блекнет и уградает и предвещает, что скоро зима. Природа все блекнет и уградает и предвещает, что скоро зима. Жизнь скоротечна, так быстро проходит, словно челнок бежит по волнам. И с каждым днем все дальше уносит, чем мы просторы, большой океан. И с каждым днем все дальше уносит, чем мы просторы, большой океан. Там я сольюся со всеми святыми, в первых обителях, богатцам. Там уж не будет неисчисленья, жить буду вечно, жить без конца. Там уж не будет неисчисленья, жить буду вечно, жить без конца. Листья все кружатся, медленно падают. Болюбленно падают. Тебе блекнет, вечно вечно неисчисленья, жить без конца. Дана Спасителем Тебе навсегда. Молен, грустит душа, жизнь Тебе вечная. Дана Спасителем Тебе навсегда. Осенние листья на землю спадают. Медленно кружатся они над землей. Слава Господу! До сего места помог нам Господь. Все нам скажем «Слава Господу!» Привычно накрываю дом и стол. Как много лет подряд, так и сегодня. В семье моей не голоден никто. Накормили до сыта муж и дети. В достатке хлеб, кусочки не делю. Накормили до сыта муж и дети. Я Господа всегда благодарю за то, что мне даровано все это. Нет, я б накормить их не смогла. Не сею хлеб и жать не научилась. Беру рукой с божьего стола и каждый день Господню милость вижу. Когда за стол садится вся семья. О, может быть, они не замечают, что хлеб на столе заслуга не моя. Подарок Божий с неба, я это знаю. Смотрю, как дочка маленькая ест, как крошки хлебные носу враняет. До вставки хлеб, и к хлебу всегда есть. Пред Господом я голову склоняю. За ласку и тепло благодарю, сердечное спасибо говорю, за милость и любовь великую. За то, что нет вражды и на полях. Ко времени пшеница созревает, и вновь благословляется земля. Приходит осень, жатва наступает. И хлебом вновь становится зерно, и щедрости Господней нет предела. От Господа не только мне дано. И не для меня одной пшеница зрела. И в вашем доме тоже стол накрыт. Вы тоже не считаете кусочки. Пусть Господа душа благодарит, давая хлеб для мужа, сына, дочки. На сущный хлеб, надейте, нам пошли. Мы просим, и Господь нам посылает. Он слышит нас. Он рядом, не вдали. Хвали его душа, хвали. День жатвы — это праздник великой Божьей доброты. Ибо созрели все плоды. Тепло и свет всему давал. Во время дождик посылал. Кругом поля уж погнели. Пришла пора убрать поля. Полными стали закрома. За все, за все Творца благодарим. Во веки вечные аминьи. Когда приходит осень, то зреют все плоды. Природа преподносит нам все свои дары. Когда приходит осень, снимаем урожай. Что плод землям приносит, ты Богом прославляй. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. И пой не только осенью, а все земные дни. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. За все его прекрасные, чудесные дары. Когда приходит осень, и плод дает земля. Урок нам преподносит, бесплодным быть нельзя. Когда приходит осень, проверим мы себя. Насколько плодоносной вся наша жизнь была. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. И пой не только осенью, а все земные дни. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. За все его прекрасные, чудесные дары. Когда приходит осень, и зреют все плоды. Созвучи и с природой, Творца благодари. За жизнь и за страдания, за радость перед Ним. За все, что здесь встречаем мы, Ты, Господа, хвали. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. И пой не только осенью, а все земные дни. Хвалу воздай ты, Господу, за все благодари. За все его прекрасные, чудесные дары. Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное воскресное время, которое мы имеем. День праздничный, настроения приподнятые у всех, все радостные. Потому что у нас праздник Господу. Брат напоминал, что Господь заповедал израильскому народу, чтобы наблюдали праздник жатвы. И много в Израиле было праздников, которые Господь заповедал наблюдать. И там был праздник Пасхи, праздник Куши. И все они имели свое назначение. Бог не просто давал людям повеление, что вот вы делаете бессмысленно. У Бога для этого были цели. Почему? Он повелевал людям праздники. И один из них это праздник жатвы. Хочу прочитать место еще написания, которое записано в книге Второзакония, 8 глава, 10 стиха и ниже. Здесь говорится так. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедение Его и законам Его и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебя. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не над милость сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василистские, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которые не знали это отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал сердцем твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобрести, приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он для твоего утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь след к угоду их, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Такое слово Бог говорил израильскому народу, когда вел их в землю обитованную, и говорит, у вас будет много всего, у вас будет достаток, у вас будет изобилие. И когда в этом у вас все будет, то чтобы вы изобили Господа. И когда мы вспоминаем праздник, этот праздник жатвы каждый год, прежде всего мы благодарим Господа, мы благодарим Господа, что Господь нам это все посылает. Мы, конечно, не фермера, мы не выращиваем эти овощи, может кто-то занимается себе там в теплицах или в маленьких огородах, но в большинстве мы не фермера, но мы потребители. И мы имеем достаток на наших столах, мы имеем достаток в наших домах, и не нуждаемся в пищи, мы не нуждаемся и не голодаем. И Господь это дает нам. И не только это, мы имеем и домы наши, имеем средства, имеем достатки материальные. И Господь предупреждал, что когда у вас это все будет, то вы благословляете Господа. Потому что когда мы имеем это все и задумаем благословлять Господа, тогда есть опасность, что сердце наше нам может надмиться и сказать, я такой способный, я такой проворный. Моя сила, мое проворство, мое знание, оно вот мне что дает. И я приобретаю, и я достигаю. Так когда мы благословим Господа, знаем, что все, что мы имеем, оно вот Господа. И вот как Он дает, Он может этого и не дать. И как мы сегодня имеем это все на столах, мы должны помнить, что больше людей не имеют того, чем имеют. Много людей голодают сегодня, много людей умирает от голода, потому что они не имеют этого. А мы сегодня благоденствуем, мы имеем достаток. И наша душа, как ничья другая, мы сегодня должны благословить Господа. И потому у нас сегодня такой праздник. Мы празднуем праздник жатвы. И прежде всего, это напоминание каждому из нас, что по милости Господней мы имеем все это. Мы живем в стране изобилия. Мы имеем достатки в домах, на столах наших. И мы благословим Господа. Слава Господу, братья и сестры. Мы будем не скупиться, будем прославлять Господа, будем славить Его. Чтобы мы, как говорит Слово Божие, чтобы мы не забыли Господа и не сказали, что моя рука это все сделала, и моя сила, или моя способность. То, правда, Ваня уже напомнил, из другого мыса Люба Чернутина. И Иаков говорит, что он в послании говорит, вот земледелец терпит, ожидая драгоценного плода. И ждет долго, пока получит дождь ранний и поздний. Земледелец, сажая на своих полях, он долго терпит и ждет драгоценного плода. И когда он сеет, и он ждет, и он ожидает, и он надеется, что он пожнет жатву, что у него будет успех, что Господь благословит, и он, я думаю, болится и просит Господа. И приходит время, и он ждет, собирает плоды и радуется. И, конечно, описано, он терпит, но он работает, он пролагает усилия, и он работает. И он завершается радостью успеха его трудов, и он благодарит Господа. И Слово Божие, которое говорит нам апостол Павел в послании Галатам, это напомню, не будет ждать, говорит, не обманывайтесь, что человек посеет, то и пожнет. Когда земледелец садит на своем поле, что он садит, то овощи, то ли, злаки, и он надеется пожать то, что он садит. Когда он садит пченицу, он надеется, сеет пченицу, он надеется, что он возьмет пченицу. Когда он сеет ячмень, он надеется пожать ячмень. Когда сеет кукурузу, он надеется пожать кукурузу. И так Бог устроил, что все производит плод по своему роду. То, что мы сеем в духовной жизни, оно работает так же само. Павел говорит, то, что посеет человек, то он пожнет. Бывает в нашей жизни мы сеем одно, а надеемся пожать другое. Бывает, что оно не связывается с логикой, которую мы наблюдаем в природе и в нашей жизни. В нашей повседневной духовной жизни мы надеемся, что оно не работает так. Но оно продолжает так работать, и этот закон сения и жатвы, он не изменен во всех отношениях. Что мы сеем в нашей жизни, то мы будем жать. То, что сеют дети в молодости, они пожнут, когда они будут вырастут. То, чему они усилия предлагают, они будут жать в будущее. Если они время сеют разумно, используют разумно, они будут иметь пользу. Если они учатся хорошо, если они стараются, они пожнут, пожнут свои плоды, своих трудов. Если тратят время попусту и, как сказать, wasting time, они пожнут тоже. Если они уважают родителей и почитают, как говорит Слово Божие, они в жизни своей пожнут благословение Господне. Если они не почитают родителей и огорчают родителей, так же пожнут. Потому что так неизменное Слово Божие, оно так говорит, что посеешь, то пожнешь. И Слово Божие говорит, что дети почитают, дайте своих родителей. И вы это справедливо, это заповедь с обетования, набудьте благо и будешь долголетен на земле. И, как я уже сказал, все, что мы сеем здесь, мы можем пожать здесь в будущем. Когда мы сеем в молодости, мы ждем своих детях, мы ждем в старости. Но это не все. То, что мы сеем здесь на земле, мы пожнем в вечности. Описано, что пшеничное сирно, падши в землю, оно не даст плод, если не умрет. Оно умрет и потом приносит плод. И мы сеем в нашей жизни эти семена. И потом, когда мы придем пред Господа, мы будем пожинать то, что мы сеяли в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Как я уже сказал, земледелец ждет драгоценного плода. И то, что мы сеем в нашей жизни, хотим ли мы ее сжать? Иногда мы сеем и сжать ненамеренны. И мы не хотели бы сжать то, что мы сжать. Но мы все равно сжать. Это получается парадокс. Никакой земледелец не сжать для того, чтобы не пожать. Он сжать всегда с надеждой, чтобы мы сжать. Иногда мы сеем, не думая, что придется сжать. Сжать все равно придется. Хотим мы и не хотим. Но мы сеем, придется нам сжать. Да благословит нас Господь. Аминь. И уже мрачнее стали, солнце не дает тепла. Осень с песнями печали, как и раньше к нам пришла. Снова я благоу склоняю перед Господом моим. Все, что сделаю, вспоминаю, только плача перед ним. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. А душа принес так жажде, хоть снов один, хоть снов один. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. А душа принес так жажде, хоть снов один, хоть снов один. Павла радости природа, все достойный плод несет. Сердце Божьего народа, очень рано в этот год. А в душе моей все так же, все один звучит вопрос. Что принес, принес я Боже, что к Твоим ногам принес. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. А душа принес так жажде, хоть снов один, хоть снов один. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. А душа принес так жажде, хоть снов один, хоть снов один. А душа принес так жажде, хоть снов один. Я прошу тебя, о Боже, пока жатва не прошла. Я хочу плода побольше положить в твои нога. Помоги и дай мне силы потрудиться до конца. Чтобы все мои порывы были силой у стерпа. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. Слов хочу принес, иисусу, и не один, и не один. Осень жизни это жатва, с чем приду я перед ним. Слов хочу принес, иисусу, и не один, и не один. Слава Господу! Слава Господу! Хуала! Хуала! Благодарю тебе, наши дети, детям твоим помогают. За все тебя благодарю! За жизнь, за солнце, за зарю! Благодарю за запах трав, за мир, который ты создал. Благодарю за шум героя, за роман чудесных роз. Тебе всю жизнь свою дарю, за все тебя благодарю. Благодарю за спаситель, спаситель мой, за то, что ты всегда со мной. Тебе за милость, щедрость, слабость, за все тебя благодарю. Благодарю за мой народ, за бесволы, что он поет. За боль, за сколь, благодарю за кровь велитую твою. Тебе живу, тебя люблю, за все тебя благодарю. Аминь. Аминь. Что посеял при дороге? Что посеял? Вот летят над полем птицы, Унесу в земно пшеницы, И лишишься ты его, И лишишься ты его, Что посеял? Что посеял? Между камней Кто посеял? Камни много, почвы мало, Вышло, скоро дно завяло, И засохло у тебя, И засохло у тебя, Что посеял? Что посеял? Между теми, Что посеял? Знай, пока славили взводы, Занкнушав, женицы взводы, Не дадут они плода, Не дадут они плода, Знай, пока славили взводы, Что посеял? Что посеял? Доброй ночи, Что посеял? Что посеял? Что посеял? То земно уж не замянет, Ожидания не обманет, Но старичный плод над нас, Но старичный плод над нас, Что посеял? В этой жизни, Что посеял? Что посеял? Что посеял? Как и посеял? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, в этот прекрасный день желаю приветствовать вас. И все мы дорогие, потому что искуплены дорогой ценой, драгоценной кровью Иисуса Христа. Я, чтобы не говорить о том, о чем еще не говорили, продолжу мысль, которая уже была подмечена. Когда мы говорим о Божий закон для всего человечества, как и другие законы. Закон сеяния, закон жатвы, есть воля Божия, которая является для христиан законом благодарения. И на сегодняшний день я, по-моему, ничего не слышал, кроме такого доброго, плоды, все хорошо. Да и вообще, Америка и наша местность, последний год мы имели благословение и в погоде, и в урожае. Очень у нас все хорошо было, и нам хорошо Господа благодарить, особенно в сегодняшний день, вспоминая доброе. Но, дорогие друзья, Писание нам говорит, и Божий закон, он говорит, чтобы мы благодарили не только за доброе. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в этом служении, когда мы еще будем молиться, в наших мыслях вспоминали все и благодарили Господа. Когда-то я прочитал уже давно такую интересную историю, что два человека, они шли по полю, передвигаясь, беседуя, и вдруг они заметили, что не так далеко от них, в середине поля дальше, стоит огромный отвязанный бык. Вы, американцы, понимаете, да, что это такое по-английски? Это, ну, по-английски, как, знаете, у нас даже есть в Мексике очень много игр с ними, кто дольше на нем удержится. И они, когда увидели, они забыли обо всем, и он застыл, смотря на них в упор, ну, с расстояния, и они тоже. Что делать? Бежать. Бежать. Куда бежать? Давай бежать будем к забору. Ну, забор далеко. Другого выхода нет, и они решили бежать. И как только они начали бежать, они заметили, что этот бык, он стремительно начал, выворачиваясь земли под копыт, их догонять. И буквально быстро они поняли, что далеко не убежишь. Забор еще далеко, а он очень быстро приближается. И тогда один говорит другому, говорит, Иван, молись. Ну, молиться, это хорошее дело, но Иван говорит, знаешь, я никогда публично не молился. Но тот говорит, ну, у нас безвыходное положение, нужно молиться. Хорошо, говорит, я помолюсь той молитвой, которой всегда отец молился перед обедом. И он помолился такой молитвой, говорит, Господи, мы Тебя сердечно благодарим за все то, что нам сейчас придется принимать. Вы знаете, оно как-то интересно, но здесь такой урок, что мы, как люди, как человеки, нарушая закон Божий, можем не получать то, что Господь определил для нас, именно Божьи благословения в нашей жизни. Мы Божий закон не сможем разрушить, мы его не сможем аннулировать. Любой закон, тот же закон притяжения, если, допустим, я захочу разрушить закон притяжения и спрыгнуть с большой высоты, то закон останется законом, я могу повредить себе или разрушить свою спину. Поэтому, дорогие друзья, Господь много обещает, когда мы благодарим Его за все. Давайте мы посмотрим в Писание, и написано, первое место я прочитаю, 1 Фессалоникийцам, из 5 главы, всего один стишок. Здесь автор говорит, 18 стих, И как я уже сказал, там дальше написано, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашим. То есть воля Божия о нас. Закон Божий гласит, чтобы мы, особенно христиане, всегда за все Господа благодарили. Поэтому давайте мы сегодня в наших мыслях особенно будем радостны и благодарны Господу и за все то, что мы видим, и за все, что принесла эта жертва, за все Божьи благословения, а также на одном уровне за неудачи, за промахи, может быть за какие-то падения, за болезни, за неустройство. Мы за все будем благодарить нашего Господа, потому что все, что приходит в нашу жизнь, в жизнь детей Божьих, содействует нам ко благу и нашему благословению. И еще одно место, это Ефесянам, 5 глава, 19-20 стих. Наседая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, то есть радуясь, и 20 стих написано так, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит меня и вас всех Господь за все благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Владыка в небесах Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне Владыка в небесах Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне Творение твое Превудро и прекрасно Благодарю тебя За то, что небоясно За то, в гость облаков Парящих в вышине За яркость солнечных лучей За дуайчик на лугу Благодарю тебя За утро и закат За песни соловья И розы аромат За солнца яркий свет Что днем сияет мне За каждый прожитый мой день За все тебя благодарю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне Владыка в небесах Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне О дивный мой дворец Создатель всей вселенной Превизу смоли И сердцем оклоненье За подвиг на кресте За счастье, чтоб тебе За все хочу я каждый день Тебя Господь Благодарю за все, что ты даруешь мне Владыка в небесах Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне Владыка в небесах Владыка на земле Благодарю за все, что ты даруешь мне Слава Господи, небесах Небо и земля Что ты даруешь мне Я благодарю тебя Мой Господь, мой Господь И славлю я тебя Моя Господь Моя Господь Благодарю за все, что ты даруешь мне Слава Благодарю за все, что ты даруешься И в небесах В небесах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень много есть за чего благодарить нашего Бога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я хочу для вас свидетельствовать, для вас рассказать Что живой Бог есть на этой земле Что Дух Святой действует на этом земле Знаете, однажды, если бы до меня кто-то подошел и сказал Что я бы стоял за кафедрой и свидетельствовал О Иисусе Христе, я бы на Ним засмеялся Это было два года назад Я в этом мире был Я отступил от Бога полностью Я родился в христианинской семье Я родился Моя мать и мой батя Они были христианины из Украины Приехали сюда Они всегда рассказывали мне про Иисуса Христа Я всегда в церковь ходил Только я его никогда лично не познал в жизни моей Я никогда его не познал Никогда не пережил крест И пришел такой момент в жизни моей Что я уже думал, что Бога нету Потому что сколько раз я думал, что я выходил наперед каяться Сколько раз я просил Иисуса Христа прощения Сколько раз я просил, чтобы Он изменил жизнь мою Это никогда не приходило до меня Я просто веру полностью потерял Пришел один так же момент Когда я пришел домой В неправильном состоянии И я закрываю двери до комнаты моей И мой батя стоит И он смотрит на меня Он говорит, ты видишь, как далеко враг тебя завел Ты видишь? Самое первое началось Ложь я говорил Потом я начинал красть И потом вот так дошло Что я в неправильном состоянии Перед моим отцом стоял И он закрыл двери И я смотрю в зеркало и я думаю Господь Ты видишь жизнь мою Ты видишь, как я погибаю в этом мире Как я иду прямо в ад И ты говоришь, что ты любишь меня Ты говоришь, что ты любишь этого мира Я сказал Господи, Иисус, что ты действительно есть Сколько раз я слышу, как ты спасаешь людей Сколько раз я слышу Синие свидетельства, как ты спасаешь и поднимаешь Иисус, помилуй меня Есть такая история Слово Божье Когда слепой стоял Он сидел на земле И Иисус проходил мимо И он говорил Сын Давидов, помилуй меня Это был я на той ночи И я говорил Иисус, помилуй меня Знаете, я легал спать И когда я лежал на лыжку Пришла мысль до меня Встань и начинай молиться Я не хотел это делать Потому что я в жизни моей Может не знаю, пять раз молился Может десять Никогда не молился Никогда слова не читал А мысль пришла Встань и молиться И сразу враг начинал нападать И говорил Нападать мыслями Почему ты станешь и будешь молиться Молитва Оно не действует на этом земле Бог не живой Даже не пробуй Сколько раз ты выходил Пробовал Оказывается, это не получается Для тебя А я Бог дал мне силу Встать Победить эти мысли Я начал молиться Когда я начал молиться До меня мысль Знов другая прошла Встань и иди Поспроси твоего отца Чтоб ты с ним помолился Я это не хотел делать Потому что Когда я с моим отцом говорил Мы не разговаривали Мы сварились Или просто вообще Ничего не говорили Друг друг И снова По Божьей благодати Он дал мне силу Встать и пойти Помолиться Знаете, очень интересно Мы помолились Может пять минут И мой отец Ложит руку его На голову мою И он просит У меня три Вопросы Он говорит Виктор, ты веришь Что Иисус Христос Сын Божий Ты веришь Что Он пришел На эту землю Померз за твои грехи И ты веришь Что Он сейчас Может изменить Жизнь твою Я ответил Да На эти все Все три Вопросы Когда я сказал Да Он сказал Во вере твоей Иисус Христос Изменивает все Грехи твои И когда Он сказал это Я почувствовал Как Дух Святой Зашел из головы моей До ног моих Я чувствовал Очищение грехов У жизни моей Это первый раз Как я вкусил Этот плод Первый раз Как я вкусил Благодать Божью И тогда я познал Что Бог живой Всегда до меня Люди подходят И они всегда говорят Что это мертвая религия А я говорю Что это мертвая религия Ну то скажи мне Брат или сестра Когда я Кусил у Иисуса Христа Почему через одну ночь Желание Желание наркотиков принимать Желание алкоголь принимать Изменилось конкретно Почему через одну ночь Я встал на другой день Я смотрел на этот мир Очень по-другому Я смотрел на дерево И я увидел Как Слава Божия Действует на этом земле Я видел Как Иисус Христос Любит тебя и меня Я видел Как Иисус Христос Хочет поднять Тебя и меня Потому что много Много душей В этом мире Они погибают Они не знают Личного Бога Много душей Церковь ходит И они погибают А когда мы кусаем Этот плод Когда мы кусаем Духа Святого Тогда приходит Перемене Нашей жизни Это произошло У моей жизни Я очень благодарен За Бога Для Бога Сегодня день жатвы И есть что благодарить Есть что благодарить Есть что благодарить Через кровь Иисуса Есть что благодарить Я просто хотел Поднять вашу веру И мою веру Что Бог И Дух Святой Иисус Христос Действует на этом земле Аминь Всех я вас приветствую Братья и сестры И хочу Благодарить вас За молитвы Ваши Что мы Летели в Джаксонвилл Благополучно И вернулись Благополучно Ваши приветы Я передал туда И оттуда Наверное Два раза больше Людей Передали назад Так что Да благословит вас Господь Но вы знаете Сегодня Это праздник Жатвы Почему-то Мне пришла Мысль 92-й год Когда мы Встречали Очень много Иммигрантов Я в 89-м Приехал И вот Когда я встречал Брата своего И уже Сели в машину И едем Я говорю Вчера я немножко Мяса достал А завтра еще Чуть-чуть достану А брат и жена Говорит Что? И здесь достают? Я говорю А как же вы думали Везде достают? И в 3 часа ночи Я их Уже Проезжая Альберсон Я Завожу их туда Они смотрят Всего Человека 3 Магазин открытый Бери что хочешь Он говорит Ну и Вася Ты Просто подвел нас Я говорю Чего? Круглые сутки Бери что хочешь Братья и сестры Разве нет за что Благодарить? Вы знаете В этом году Обычно всегда Весною сажают Осенью собирают У меня маленький огородик Но вы знаете Когда Я заходил в Барни Мое сердце Радовалось Я посчитал 42 штуки От одного куста Вы знаете Это Столько Было Я закрутил 42 банки Дочка Закрутила И пришлось Еще раз Дать Кто Остро Нуждающийся Где-то 12 Ведер Огурцов Кто это Дает Это Бог Наш Слава Богу Жена моя Говорила Когда Я Срывал Кабачок И еще больше Говорит Оставь на день Жатвы Я говорю Ну ничего Я его передал Съедом Но вот это Вот еще Кто Это Дает Бог Дает Братья и сестры И последнее Хочу сказать Христос сказал Такие слова Я Есм Истинная Виноградная Лоза А Вы Ветви Всякий Приносящий Плод Он Очищает Чтобы Больше Приносил Плода А А Кто Не приносит Отсекает Братья и сестры Братья и сестры Мы идем Закат Женщина Если Будем Стремиться Спасать Как Погибающий Работаем Работаем Сильно Чтобы Дать Приятные Звуки И Хорошие Лирики Ясные Выражения Слов Дикции И Все Все Это Требует Работы Много Работы Конечно Мы Просуществовал Мы Не фермеры Мы Не жнем Но Многие из вас Знакомы С этим Делом Я С детства Знаком Вырастал На земле Жил На земле От земли И Только так Мы существовали Что у нас было На земле? У нас было 10 гектаров Это не акру Это приблизительно 25 акру Я живу на земле Мы У нас 10 гектаров Это 25 гектаров И Мн Паса これ 24 Вы Г Н У У У У У Это и многие другие, чтобы идти, как Пастер сказал, что 24 часа было по-другому. Мы не имели ничего. Что-то мы имели, мы имели. Что-то мы имели, мы не имели. И мы все равно, хорошо. Я очень знаком с «арвест». Это огромное слово. Жатва – это радость, день радости земляделица. Конечно, в прошлые века всегда это была радость. Почему? Потому что соседи общались, помогали друг другу собирать жатву. Это был день радости, когда жали, употребляли давным-давно серпы. Почему употребляли серпы? Когда мы приехали в Южную Америку, мой дед не согласен, он сдал серпы, но он косу сделал специально, косил косой. Одним замахом он вложил пшеницу или жито, или что-то сеялось, и скорей, а потом шли, собирали, вязали снопы. Но для того, чтобы сохранить зерно, чтобы оно не выбилось, потому что коса режет, бросает, и зерно выпадает, когда поспело. Серпом осторожно брали, резали, вложили, потом связывали. Это большая работа, чтобы собрать жатву. Тоже соседи приглашали, когда молотили пшеницу, это была радость, делали общие обеды. Это был день сбора, злаков, что имел человек, то, что он посадил. Было помянуто, и молились, чтобы Бог послал ранний и поздний дождь. Они молились, что Бог будет послал ранний и поздний дождь. Вы знаете, что это значит? Что значит ранний и поздний дождь? Ранний. Когда поля отдыхают, но нету дождя, они сухие, даже пахать трудно их. Но если Бог пошлет ранний дождь, смочит поле, тогда легко пахать, влажность хорошая, легко приготовить поле, чтобы посеять пшеницу. И когда пшеница падает в хорошую землю, влажную, она начинает делать то, что она должна делать. И потом, когда уже растет пшеница, нужен дождь, чтобы она набрала тоже и влажности, и принесла много плода. You need louder rain. Early rain, so the soil will be soft and moist. And when you plow, you prepare the field, then put the grain in, then the grain reacts well, and then later, when it starts growing, you need another rain. So the wheat will bake a lot of grains in. So that's important. Написано в Слове Божьем, мы читаем, я уже не имею время, я только один стишок хочу прочитать. хотя он уже был упомянут, но я хочу зачитать. I just want to read John. Okay. In John chapter 12. Jesus is speaking, verse 24, 12-24. Иисус говорит здесь, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. There it says, Jesus, that truly I say to you, if the grain falling in the ground does not die, it will remain alone, but if it dies, it will bear much fruit. Что происходит, когда зерно падает в хорошую, влажную землю, оно начинает делать то, что природа требует, потихоньку оно смягчается, трескает, оболочка, и выходит новая жизнь из этого зерна. Но если оно не умрет, останется одно. Много раз, братья и сестры, мы в нашей жизни, когда мы служим Господу, мы начинаем понимать, что мне не братьям мешают, мешают ни сестры, ни другие, но я сам себе мешаю, много раз, в деле Божьем. Потому что, как написано, что мы имеем дух, который не согласен с нашей оболочкой, вот этой. Вы так переживаете иногда, чувствуете? Я смотрю, вы странно смотрите, и вы мне, да, strange love, you know, this body of ours is like a grain, does not react well to the spirit that is inside, the life of Jesus. Ученые говорят, что они могут создать зерно со всеми химическими составами, все похоже, но положим в землю, это зерно, оно останется одно, оно никогда не взойдет. Почему? Потому что не заложено в него жизнь, ростка жизни. И когда они разбирают, ученые, это зерно, анализируют, они не могут найти, где и как эта жизнь начинается, не могут понять, но оно заложено Богом, в этой природе. И когда пшеничное зерно падает в землю, оно обязательно трескает, дает росток, и выходит из одного зерна, выходит большой колосок, на котором много зерна бывает. И Библия говорит, если оно не умрет, останется одно. Как там жизнь заложена Богом, как Господь делает в нашей жизни, когда мы каемся, молодой человек говорит, что он много раз был на собрании, много раз слыхал, но не интересовался, и оставался одним. И мы можем сказать, если зерно не умрет, останется религиозным. Оно будет на собрания ходить, но оно только религиозное. Нет в нем жизни Иисуса Христа. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Нету этой жизни, но когда эта жизнь есть, эта жизнь будет выходить. Эта жизнь поможет вот этой оболочки умереть, треснуть, умирать для Христа, отдать себя для Христа. И Господь слышит только такие молитвы, когда мы от сердца вопьем к Нему. God hears only the prayers that come from our heart, come from desperation that I cannot help myself, I need help from God. and when we cry out to God. Когда мы разобьем Богу от всей души, Бог слышит такие молитвы. Свидетельствовал человек один, что он служил, и он был в морском флоте. И они были на маневрах, он был на субмарине. И когда они всплыли где-то там в океане, иногда они всплывают, чтобы взять отдых там, он уже вышел с другими, и он замечтался там. Закурил, замечтался, сигнал был дан, чтобы все зашли. Все зашли, а он остался там. И закрыли дверь, и приказ был нырять в океан. Он был на нюрмах, и он был в морском флоте, and somewhere in the ocean they surfaced and took a break and he was there with others he was smoking a cigarette and just went into deep trance thinking of whatever he was thinking the signals were given and they said to dive the doors were shot and he was left alone and the submarine went down and he was there in the ocean but then when they went down they usually take account everybody to be present and they found one was missing the order was giving surface, surface when they came out they found him когда они нырнули они стали считать одного не хватало приказ был всплыть, всплыть немедленно всплыть нашли его когда они его подняли на нем были белые волоса он настолько испугался что все где-то в средине океана ночью все смерть кто корабль или субмарин нырнул под воду никто не знает он так свидетельствовал настолько он испугался и когда такой человек может быть он возобил к Богу мы не знаем может быть бабушка ему рассказывала об Иисусе Христе но он не обращал внимания и потом он закричал Господь спаси меня я погибаю вот такую молитву Господь слышит аминь братья и сестры не просто формальную вышел наперед помолился пастырь помолился но я ничего не чувствую Господь слышит молитву от сердца если мы серьезны с Господом Он серьезный с нам Он приходит как молодой человек сказал он был он серьезно искал Господа и когда отец положил руку и молился он почувствовал пришла перемена пришла победа в жизни Господь хочет спасать сегодня если зелено не умрет останется одно Господь хочет чтобы мы умерли для себя эта плоть всегда будет с нами она всегда будет нам мешать но наш Дух мы должны прислушиваться голоса Духа Святого и там написано умертвите все плотские охоти ваши там перечисляют то есть Духом нашим человеческим вместе с Духом Иисуса Христа мы должны побеждать дела плоти и тогда Господь будет благословляем если не умрет зерно останется одно если оно умрет принесет много плода если мы умираем для себя хотя мы говорим на водном крещении умираем для себя восстаем в новой жизни чтобы приносить плод было сказано брат вас и сказал да вет который не приносит плода Господь сам сказал отсекается той бесплодной смоковнице Господь сказал от тебя от нынешнего дня не будет больше плода и она засохла Господь не их любит тех которые не приносят плод мы на этой влазе мы в Иисусе Христе если мы воистину находимся мы будем приносить плод пусть эта жатва будет день радости для нас конечно сегодня много поменялось сегодня уже не ждут церпами сегодня не выходят там 20-30 людей на поле имеют общение радости работают собирают сегодня делают это машиной один человек комбайн идет он собрал все а big machine with air conditioning inside one man harvester a huge harvester takes the grain off gets the grain in puts it into the trucks and then they put it in sacks only one man can do hundreds of workers job that they used to do so they maybe don't have that joy but the farmer still rejoices when he has a good crop and he knows when he is a good crop and they thank God слава Богу что мы живем в стране которая еще думает про Бога еще чтит Бога и Господь благословляет мы имеем изобилие и можно сказать мало кто голодает только кто не хочет работать Господь дает все мы испытали уже вы за короче время мы за дольшее время не было у нас в жизни дефиситов пока в Америке будем благодарить Бога что Он дает жатва она приносит радость приносит изобилие и когда вы едете в Южной Калифорнии я здесь не так замечал но там в Южной Калифорнии что белые вывески стоят фармеры кормят Америку да они сеют собирают доставляют в магазины в Альберсоне в Казке и прочее а мы просто идем уже готовы покупаем и этот оборот и наобожесть благословения сверх всего когда Бог отнимает благословения тогда нету благословения тогда и поле не дает и земля не дает и чем поедает и засуха приходит и прочее и прочее которое вредит всей этой сборке жад и человек страдает но пока слава Богу будем благодарить Бога я рад что мы могли провести это общение в ног Иисуса Христа будем благодарить Его в этой молитве еще один раз за все Его благодеяния и что Он посылает в нашу жизнь это Его милость без Его мы ничего не можем сделать мы не можем взять один шаг если Господня охрана благословения не над нами поэтому я хочу вас приглашать к этой молитве тоже не забудем на следующей неделе в следующем воскресенье назначается молитва национальная молитва загонимую церкву или загонимую загонимых тех не только там в России но сегодня гонения есть много в арабских странах в африканских странах в мусульманских странах и многих странах есть гонения есть те которые страдают за имя Господа будет специальная молитва и мы будем вместе присоединяться у нас хотя бы воспоминания на следующей неделе но мы будем тоже помнить и присоединяться к этой молитве молитве за гонимую церковь Иисуса Христа на земле будем благодарить Господа что нас не гонят нас не ущемляют не притесняют не запрещают дал бы Бог желание нам быть на собраниях молитвах и на изучении Слова Божия поэтому мы преклоняем наши колени перед Господом горячей молитвы поблагодарим Господа за всю его милость